Шестые бока чаек. Постыдное удовольствие и неприличное быть влюбленным, страдать, говорить об этом, чувствовать себя так, выражать это с помощью слов нелепо, но всё-таки выражать, бурлить, изливаться от нисхождения духа, полноты, проникновения этого и того, снишедшего, кто он, откуда, метаться, нырять, трепыхать и пыхаться, арабскую музыку и выделывать кренделя-кренделя, тонконогим чёрным арабским скакуном, подсокивать золотыми копытами в ожидании чуда, старательным каллиграфом выводить, не отрывая пера, вензеля в началах и концах любовных строк. Проходит быстро и становится вполне приличным лицо и взгляды, поступки, всё возвращается на круги своя, лишь стопка исписанных ручкой, листков на тумбочке возле кровати, с трудом разбираемой вязью, ещё напоминает, но уже почти неразличимы, начало и концы, которые где-то местами сползли и соскользнули со страниц тонкими линиями, превратившись в чаек, собрались в небольшие стаи и улетели, чтобы жить над скалами и летать над морскими просторами, ведь гнёзда, подставляя свои пушистые бока солнцу и солёному ветру, пушистые бока чайка.